Итак, мы продолжаем нашу трансляцию. Сейчас я предоставляю слово следующее, что мы докладчики. Это Виктор Цикунов, компания Microsoft Украина. Те, кто присоединился к нам с самого утра, уже с Виктором знакомы. А те, кто только присоединился, знакомятся в ходе презентации. Передаю слово Виктору, пожалуйста. Спасибо, Владимир. Добрый день еще раз. Меня зовут Виктор Цикунов. Я отвечаю за направление работы с корпоративными заказчиками. Департамента по работе с средним и малым бизнесом. Еще раз поблагодарю Владимира за возможность рассказать вам и за ваше время послушать о новых технологиях, которые мы представляем. Если вы слушали предыдущую презентацию Михаила, Михаил отвечает у нас за направление бизнес-решений Microsoft Dynamics. Мое подразделение занимается классическими продуктами. В рамках сегодняшних предыдущих сессий мы уже говорили о том, что компании на Украине так или иначе построили IT-инфраструктуру. Каким-то образом сейчас на самом деле движутся в двух направлениях. Во-первых, это совершенствование существующей IT-инфраструктуры для того, чтобы решать бизнес-задачи, которые ставятся сейчас. Ну и с другой стороны, это внедрение и совершенствование уже бизнес-приложений. В рамках своей презентации я поговорю именно о базовой IT-инфраструктуре. Что такое базовая IT-инфраструктура? Это в принципе то, что связывает компьютерное сетевое оборудование, то есть железки, которые работают в формате каких-то там инструкций процессора, команд, частот и так далее, с пользователем, который работает и решает конкретные бизнес-задачи. И соответственно, когда ставится задача о внедрении той или иной бизнес-системы, будь то ERP-решение, CRM-решение, еще какие-то системы, системы взаимодействия с клиентами, очень часто получается, что базовая IT-инфраструктура, она не до конца все-таки развита и не может позволить эффективно внедрить систему. Поэтому прежде чем мы задумываемся о том, что мы должны внедрить какую-то бизнес-систему, мы должны понимать, наша базовая инфраструктура, она дает возможность такую систему внедрить или нет. Соответственно, Microsoft является, наверное, лидером на рынке в плане решений по построению базовой инфраструктуры в области программного обеспечения и, безусловно, ключевыми продуктами или ключевыми технологиями, на базе которой строится такая инфраструктура. Это, естественно, Windows, клиентская операционная система и Windows сервер. Сейчас такой замечательный момент, когда мы находимся на стыке технологическом поколении этих систем. То есть, наверное, я буду прав, если скажу, что сейчас подавляющее большинство наших слушателей сегодня свои инфраструктуры строят на базе решений Windows XP, Windows Server 1003, ну и, наверное, там Exchange 1003. Эти технологии, которые были выпущены или разрабатывались уже более 10 лет назад, очень хорошо себя зарекомендовали с точки зрения и надежности, в принципе, и безопасности, и интерфейса пользователя. Тем не менее, скажем так, они достаточно старые уже на данный момент и вот те технологии, которые Microsoft представляет на рынок сейчас, это Windows 7, Windows Server 1008, R2, это вот по мнению многих аналитиков будут как раз те технологии, которые будут основой для нашей работы на ближайшее время, ну, наверное, будет там 5 или более лет. Основой для разработки новых систем, безусловно, являлись развитие технологий и ключевым, наверное, было то, что нам говорили наши заказчики, люди, которые пользовались этими системами. Соответственно, ну, я не буду там перечислять все, как бы, отзывы, но, наверное, самые важные были в том, что нам требуется эволюция, а не революция, да, в плане вот таких технологий, которые массово применяются, вот, необходимо простые, эффективные инструменты управления этими системами, вот, и то, что сейчас является наиболее, наверное, актуальным, это то, что наши корпоративные сети, наше месторасположение, оно уже не фиксировано, оно, то есть мы работаем совершенно из разных мест, поэтому это, как раз, инфраструктура работы в удаленных местах, офисах и так далее. В рамках вот следующих, там, 20 минут, которые у меня остаются, я пытаюсь перечислить, на самом деле, основные направления, в принципе, технологические направления или изменения, которые произошли в новых системах, вот, и то, каким образом именно в корпоративном секторе эти технологии помогут построить вот новую инфраструктуру нового поколения. Сейчас я один технический момент хочу, скажем, обозначить, просто там в форуме написали, ребята, что плохо видно, вот, картинку за спиной, на самом деле, понятно, что в режиме видеотрансляции, глядно, его хорошо увидите, поэтому, ну, скажем, большинство докладчиков прислали свои презентации, значит, на страничке, там, где интернет-трансляция, прямо с тематики доклада есть ссылка, вы можете эту презентацию скачать, ну, и смотреть, по крайней мере, вы, как бы, по картинке за моей спиной увидите, там, какой слайд вы смотрим, и посмотрите его у себя на компьютере в нормальном разрешении, в нормальном режиме. Таким образом, я думаю, мы закроем вопрос, что там, ну, изображение там видно не очень хорошо, но у вас на экране вы видите нормальную презентацию. Ну, пожалуйста, Виктор, извините, что перебил, но просто в техническом агентуре презентации Виктора там есть. Да, ну, к сожалению, когда мы готовили данное мероприятие, может быть, немножко такие сжатые сроки, ввиду всем известной ситуации, поэтому мы проработаем возможности, там, в будущих наших мероприятиях, каким образом можно произвести вещание так, чтобы передавалось не только изображение докладчика, а вот еще в хорошем формате презентации. Ну, просто тогда презентации должны быть, ну, другие, то есть они не в таком формате, как вот это, они не пойдут, ну, в режиме экрана, да, поэтому, ну, естественно, что за, там, одну ночь можно сделать много, но не все. Так что, извините, помещаю, как... Поэтому еще раз, все, Владимир, действительно, презентацию я свою предоставил заранее, поэтому она выложена на сайте, вы можете ее посмотреть. Вот, итак, давайте посмотрим, что такое Windows 7, да, это клиентская операционная система. Я уверен, что в ближайшее время подавляющее большинство пользователей перейдут на Windows 7. Несколько интересных факторов, которые, возможно, слышали. В Великобритании количество предзаказов на Windows 7 превзошло количество предзаказов на него «Гарри Поттера». В ряде украинских интернет-магазинов склад коробок системы закончился, там, за 17-20 минут после публикации на сайтах. В целом, по миру, количество предзаказов на «семерку» превзошло количество продаж висты. Вот, поэтому, скажем так, мы очень много ожидаем от операционной системы, и это ожидание уже оправдывается. Безусловно, разработка операционной системы, которая будет использоваться на миллиарды компьютеров, это очень сложная и непростая задача. Почему? Потому что подход Microsoft в рамках, особенно, клиентской операционной системы заключается в том, что это операционная система, которая должна работать везде, как на домашнем компьютере, на котором запускаются игры, идет работа с графикой, видео, еще с чем-то, так в малом бизнесе, так и в сегменте Enterprise. Я не буду говорить про домашнее использование. Хотел кратко осветить, что в малом бизнесе, какие основные направления были реализованы. Первое, что требовалось, это нужна система, которая просто работает, включил и работает. Во-вторых, ряд повседневных или рутинных задач должен выполняться быстрее. Ну и, естественно, безопасность и отказоустойчивость. Когда я говорю про малый бизнес, я скорее говорю про компании, в которых, может быть, нет постоянного IT-специалиста. То есть, с помощью Windows 7 теперь можно прийти в магазин, купить несколько компьютеров, принести их в офис, подключить к беспроводной сети, которая, опять-таки, строится очень просто. Объединить их в сеть, это технология Home Group. Все устройства, которые работают в данной сети, будут сразу видны. И сеть уже готова к работе. Повседневные задачи, здесь можно говорить много про технологии, изменения в интерфейсе, и технологии поиска, и технологии по выключению устройств и так далее. Это присутствует, это есть. Что касается безопасности, целый ряд технологий. И шифрование данных, и подключение к интернету или интернет-серфингу с помощью интернет-эксплорера 8. Ну и, наконец, технологии резервного копирования, которые теперь очень просто, в течение нескольких кликов, неподготовленный пользователь может реализовать. Вот основное, это что в малом бизнесе Windows 7 действительно может быть настроено и работать быстро. Сегвенти-энтерпрайз, то, что я уже говорил, мы уже не ограничены только офисом, где мы работаем. С ноутбуком или другим мобильным устройством человек должен получать доступ ко всем своим технологиям, где бы он ни находился. Соответственно, мы убираем технологии, скажем так, как VPN, как это было раньше. Теперь с помощью технологии Direct Access, например, человек со своим компьютером, где бы он ни подключился к интернету, он имеет доступ к своей корпоративной сети без каких-либо дополнительных действий. Вот. И, безусловно, технологии виртуализации. Виртуализации приложений, виртуализации рабочих станций, как и таковых. Это то, что появилось в Windows 7. Управляемость и контроль. Скорее, это те технологии, которые важны именно IT-руководству, IT-администраторам. Да. Безусловно, чем лучше контролируем мы и чем лучше управляем мы инфраструктурой, тем она более адекватна, безопасна и так далее. Вот. Соответственно, с одной стороны, это механизмы защиты и безопасности, которые были реализованы в ВИСТе. Так они были доработаны и улучшены. С другой стороны, это набор инструментов по управлению системой. Это и групповые, расширенные групповые политики. Это и PowerShell, который появился, который позволяет автоматизировать работу системы и так далее. Ну и последнее направление именно семерки – это, скажем так, непрерывное управление инфраструктурой. Речь идет про повседневные работы администраторов, таких как обновление системы, разворачивание системы, установки программного обеспечения, диагностика и восстановление. То есть набор технологий, которые присутствуют там, позволяет более эффективно управлять жизненным циклом рабочих станций. Да, без остановки работы пользователей, поскольку остановка работы комплектного пользователя может компании стоить очень дорого. В следующих слайдах я постараюсь очень быстро пройти по основным или упомянуть основные технологические новинки, которые появились. Ну а более детально я всегда готов ответить на вопросы в форме или по электронной почте. Прежде чем я перейду к новинкам технологическим, хотел упомянуть о требованиях к оборудованию. Значит, требования Windows 7 достаточно скромные по сегодняшним меркам. Ну, как вы видите или не видите на слайде, да, это процессор около 1 ГГц, 1 ГБ памяти, 16 ГБ Винчестер. Что могу сказать, что и самое главное, 7-ка быстро или быстрее, чем Vista работает на достаточно уже старых на данный момент компьютерах. И 7-ка делалась и оптимизировалась для работы на нетбуках. Не буду больше говорить про системные требования, буквально два слова о сборках или о редакциях 7-ки. Значит, есть две версии для начинающих и домашних пользователей, это Starter и Basic. Основная версия для домашних пользователей называется Home Premium. Основная версия для корпоративных или бизнес-заказчиков называется Professional. Есть ее развитие или самая топовая версия, которая называется Enterprise или Ultimate. То есть Ultimate это редакция, которая включает в себя все-все технологии, которые доступны в Windows 7. И она доступна домашним пользователям или в коробках. И редакция Enterprise, которая доступна корпоративным пользователям, как часть программы поддержки Software Assurance. Это что касается версионности. Теперь давайте поговорим про те технологии, которые появились в Windows 7. Я не зря называл свою презентацию Windows 7 плюс Windows Server 2008, именно потому что большая часть этой технологии работает именно в связке. То есть серверная часть будущей инфраструктуры, это Windows Server 2008 R2, построена на том же самом гетре, что и Windows 7, и позволяет реализовать те технологии, о которых я буду говорить. Итак, первая это технология, которая называется Direct Access. Итак, если раньше нам нужно было удаленную машину, удаленного пользователя подключить к нашей корпоративной сети, мы строили VPN. Незастаток этого решения очевиден. Это дополнительные действия пользователя, это невозможность построить VPN, если есть ограничения конкретного места подключения, соответственно, фаерволы и так далее, и так далее. Я думаю, все из нас сталкивались с этими, там, где они пытались построить эти VPN. Технология Direct Access построена на базе IP версии 6 и, как бы, инкапсуляции его в IP версии 4, позволяет иметь доступ ко всем корпоративным приложениям в любом месте, где компьютер подключился к интернету. Соответственно, более мы не задумываемся о том, где мы находимся. Следующая интересная технология, о которой хотелось бы поговорить, называется Branch Cash, и она наиболее, скажем, интересна в рамках распределенных корпоративных сетей. Скажем так, в последние несколько лет существует тенденция к централизации расположения дата-центров в компаниях. Чаще всего все данные хранятся где-то в центральном дата-центре, будь то там файлы, какие-то корпоративные приложения, а люди, находящиеся на периферии, на удаленных офисах, они подключаются и получают доступ к этим данным. Такой подход стал возможен благодаря развитию интернет-технологий, технологии построения каналов. Однако, какие бы каналы мы ни строили, все равно они недостаточно быстрые для того, чтобы мгновенно открывать те или иные файлы. Итак, технология BranchCash — это реализация хорошо известных битторрентов, когда пользователь, находясь в удаленном офисе, загружает некоторый файл, этот файл кэшируется у него на компьютере, и когда другая машина пытается этот же файл получить с сервера, идет запрос в рамках локальной сети удаленного филиала, если такой файл уже существует в кэше, файл получается из кэша без загрузки его с сервера. То есть, такие технологии позволяют в разы уменьшить загруженность каналов и время получения доступа к файлу. Опять-таки, не буду более детально останавливаться на технологии, то есть, еще раз повторюсь, что BranchCash работает на технологии BitTorrents или ее реализации в рамках Microsoft, когда файл делится на кусочки, и каждый кусочек кэшируется на машинку. Далее. Технологии, которые, безусловно, оценят уже именно пользователи работающей системы в корпоративной среде. Это поиск. Но не секрет, что более 80% времени, которое люди проводят с компьютерами или над каким-то проектом, это поиск информации. Будь то поиск в интернете, поиск в локальной сети, поиск на корпоративных сайтах, еще где-то, в каких-то бизнес-приложениях. Соответственно, на данный момент, до выхода семерки, поиск это был, то есть у нас был поиск в интернете, у нас был поиск, возможно, поиск в корпоративной сети, например, средствами SharePoint, поиск в бизнес-приложении, еще каким-то образом. К семерке появилась технология, которая позволяет в рамках поиска, который фактически появляется, когда мы нажимаем меню пуск, объединить все возможные решения, где нам нужно искать. То есть поиск в корпоративной сети, поиск в интернете, поиск еще где-то. Это называемый федеративный поиск. То есть в рамках корпоративной сети мы теперь можем из единого места и получать доступ, и искать во всех доступных местах или приложениях. Следующая технология, которая носит название BitLocker to Go, ну и вообще BitLocker. Все чаще и чаще мы используем мобильные устройства для работы. Да, это ноутбуки. Вот ноутбуки выносятся, переносятся, и флешки получили очень большое распространение. Именно поэтому вопрос выноса информации и утеря информации становится очень и очень критичным. Соответственно, в Висте была анонсирована технология BitLocker, которая позволяла зашифровать весь жесткий диск компьютера. Вот, соответственно, если компьютер утерян или украден, как бы злоумышленник, не зная пароля, не смог, ну не мог получить доступ к содержимому. В семерке появилось, как бы, расширение этой технологии, которая позволяет криптовать флешки. Вот, причем эти флешки могут быть открыты как на компьютерах с семеркой, так и на предыдущих версиях Windows. Например, Windows XP, вам просто необходимо будет поставить небольшое приложение, которое при вводе кода расшифрует содержимое флешки. И, ну, естественно, что очень важно в корпоративных решениях этой и предыдущей технологии, они управляются централизированно, с помощью сервера. Соответственно, мы можем сказать, что все флешки, которые работают в нашей компании, с помощью групповых политик, должны быть защищены BitLocker. Управление приложениями. В зависимости от политик, которые присутствуют у вас, в ваших инфраструктурах, вы хотите или не хотите управлять то, какие приложения пользователи запускают у себя на компьютерах. Соответственно, в предыдущих версиях системы могли запрещать запуск определенных экзешников, что на самом деле не мешало, с одной стороны, пользователю переименовать экзешник, если пользователь достаточно умный, с другой стороны, порождало очень много проблем в связи, например, с обновлением программного обеспечения. То есть, следующая версия пришла, и она, например, уже не работает. В семерке появилась технология Application Locker, когда вы можете блокировать или, соответственно, разрешать приложения, основанные на подписи конкретного продукта, на версионности продукта и так далее. То есть, вы можете сказать, что мы разрешаем запуск Word версии 2007 и выше, и, соответственно, все обновления Word, которые придут в будущем, тоже будут работать. Автоматизация, ну, что, как бы, кроме групповых политик, кроме того, что уже было в Вести, в семерке появился PowerShell версии второй. Соответственно, теперь вы можете написать или кто-то напишет определенный набор скриптов, которые вы будете выполнять в рамках инфраструктуры, вот, и они могут исполняться удаленно на всех компьютерах вашей инфраструктуры. Как вы знаете, с помощью PowerShell можно на данный момент автоматизировать, в принципе, почти все функции по управлению компьютером. Разрешение проблем долго останавливаться не буду. В предыдущих версиях систем Windows присутствовал Remote Assistant. Однако, скажем так, был ряд проблем в его использовании. Теперь, если проблема возникает, вы можете удаленному пользователю, который говорит, что просто не работает, рассказать о том, что он запустит вот это приложение, будет записано то окно, которое всплывает, которое он не может прочитать, потому что оно на английском или еще что-то, запись его действий будет записана в файл, она может быть передана администратору. Кроме того, Remote Assistant тоже был улучшен, соответственно, теперь вам, даже без наличия Active Direct или групповых политик или специально настроенных сервисов, вы можете запросить доступ к экрану пользователя, например, через Windows Live Messenger и такой помощь оказать. Технология Domain Join. На самом деле, одной из проблем, которая сейчас возникает при подсоединении к контроллеру домена, это то, что если ваша машина должна находиться в корпоративной сети, в соответствии, если это ноутбук, не подключенный к сети, это проблема. Вот с помощью Domain Join вы можете подключать компьютера к домену, скажем так, в момент установки системы, без необходимости быть подключенным к сети. Location Way of Printing очень просто, если есть большая корпоративная сеть, пользователи движутся внутри этой сети, нажимают кнопку печать и печать идет на какой-то принтер, находящийся в другой стране. И в принципе, это была некоторая проблема. То есть, теперь вы можете указать, что я хочу печатать на ближайший принтер и с помощью технологии определения местоположения принтеров печать будет производиться на те принтера, которые находятся ближе всего к тому месту, где вы находитесь подключены на данный момент к корпоративной сети. Про Mobility Center я не буду долго рассказывать, что мне очень нравится в семерке, то, что появилось ряд комбинаций по управлению, например, вывода на проектор, когда я могу нажать Windows Pay и вывести изображение таким, как мне нравится образом на проектор. Тем не менее, другие функционалы, он сосредоточен вокруг Mobility Center Windows 7. бэкап новая технология резервного копирования была анонсирована в Висте, она была достаточно простой в принципе уже. В семерке уменьшилось количество действий, которые необходимы для того, чтобы зарезервировать либо всю систему, либо определенные файлы пользователя. Поэтому даже неподготовленные пользователи в течение трех кликов могут настроить систему резервного копирования. Наверное, не стоит рассказывать, насколько это важно и нужно в повседневной работе. Проблемы совместимости были, и, к сожалению, не будут оставаться. Потому что есть ряд приложений, которые были написаны только под Windows XP и никак иначе. И разработчик категорически отказывается переписывать или дорабатывать приложение. В редакции Windows 7 Professional Enterprise Ultimate присутствует технология на самом деле виртуализации, которая позволяет бесплатно получить с сайта Microsoft образ XP. И приложения, которые вы установите в этот виртуальный образ, будут показаны пользователю просто как окошко приложения. Соответственно, теперь вы можете абсолютно без проблем приложений, которые никак не хотят запускаться на операционке, вы можете запустить в виртуальной среде и пользователь этого не заметит. У меня остается еще буквально несколько минут. И я бы хотел очень кратко описать, а как же эти технологии выглядят со стороны сервера. Что появилось в Windows Server 1008R2. На самом деле есть три направления, по которым был доработан наш серверный продукт. Это виртуализация, это управляемость и работа с вебом. Я не буду сегодня говорить про веб, хотел остановиться именно на технологиях виртуализации, поскольку это на самом деле сейчас одна из самых модных, интересных тем. в рамках технологии виртуализации или доработки расширения того, что было анонсировано в 2008 сервере является выход Hyper-V версии 2, то есть нашего продукта, который позволяет реализовать аппаратную виртуализацию операционных систем. То, чего не было в предыдущей редакции сервера и то, чего нас сильно просили, это технология Live Migration. То есть это технология переноса работающей операционной системы с одного компьютера на другой или с одного виртуального хоста на другой без остановки работы сервиса. И так такая технология появилась. Соответственно процесс переноса систем в рамках кластерной конфигурации, когда у нас есть две или более нот, которые смотрят на единый дисковый массив, перенос работающей операционной сервисом с одной ноты на другой происходит прозрачным для пользователей режим. Эта технология позволяет нам строить очень эффективные и дешевые на самом деле отказоустойчивые и гибкие решения. Если немножко видно на слайде, как такие решения обычно строятся. У нас есть несколько нот, у нас есть единое хранилище и образы систем переезжают между нотами. Кроме этого, у Windows 7 и у 2008 сервера R2 появилась возможность загрузки с VHD файл. Как вы знаете, когда вы ставите виртуальную машину, она устанавливается в VHD файл. Вопросы, которые ставили, это что делать, если я хочу виртуальную машину сделать не виртуальную. Соответственно, теперь вы можете просто файл с виртуальной машины положить на диск сервера и запустить машину не в виртуальной среде, а просто с диском. Прошу прощения. Кроме того, появилась технология, новая технология виртуализации рабочих станций. То есть на данный момент вы можете настроить инфраструктуру там, где клиентская машина загружаясь подключается не просто в терминальную среду, как это было в принципе раньше, а проваливается внутрь персональной виртуальной машины, которая, например, под Windows 7, которая поднята на сервер. Соответственно, каждому пользователю вы можете предоставить доступ к его персональной виртуальной машине, в которой будет подключаться тонкий клиент, ну, либо к любой виртуальной машине, которая есть. Ну, опять-таки, ввиду немножко ограничения времени, не буду долго говорить о новых технологиях управляемости. В первую очередь, это расширение до PowerShell версии 2, который позволяет выполнять скрипты теперь не только на сервере, с которым вы их выполняете, она удаленно на всех серверах вашей инфраструктуры. То есть возможности автоматизации еще расширились. Кроме того, есть целый ряд новшеств в Active Directory. В первую очередь, на самом деле, самое важное, это очень глубокая интеграция с PowerShell, то есть теперь полностью службами Active Directory вы можете управлять с помощью скриптов. Ну и вот, мое время, наверное, уже истекло. Подходит к концу. Что касается масштабируемости и доступности, хотел бы упомянуть просто два момента. Первое, в R2 как бы реализованы возможности, расширенные возможности работы с оборудованием, например, поддержка более 64 ядер на одном экземпляре операционной системы. Это более эффективная работа с питанием, это снижение нагрузки, сервисной нагрузки при работе с системой виртуализации, поскольку целый ряд, например, процессов управления памяти уже перенесено с программного уровня на уровень оборудования. Ну и наконец, все мы знаем, что в 2008 сервере была анонсирована Server Core, это установка Windows без архитического интерфейса. Могу сказать, что теперь в Server Core появился .NET, соответственно, вы можете строить очень эффективные веб-сервера на базе Server Core, ну или другие приложения, которые вам необходимы. Ну и естественно, то, что появился .NET, соответственно, теперь в Server Core работает по Варшелл, и установками серверов Server Core теперь уже можно управлять помощью скриптов тоже. На самом деле, я думаю, что на этом мое время истекло, окончательно бесповоротно, поэтому я посмотрю, не появились ли у нас вопросы. не появились, я уже посмотрел, вопросы не появились, но я надеюсь, что это не причина для того, чтобы их не задать несколько позже, уже в режиме оффлайн, отвечать на эти вопросы, или при подготовке к почному общению. Поэтому спасибо, Виктор, и скажем, через 5 минут будем возвращаться. Спасибо, Владимир, спасибо всем, буду готов ответить на любые дополнительные вопросы, которые у вас появятся в форуме или по электронной почте, которые тоже на первом слайде моей презентации есть. Спасибо.